Всем привет, с вами Патриот! И сегодня необычный и непростой день. Сегодня отмечается День Победы над фашистами. Но прошло уже очень много времени, и всё, конечно же, поменялось. Да каждый день меняется, а тут уже несколько десятков лет прошло. К чему я это всё? Смотря на то, как изменился мир, кажется, что война... до войны тут практически и не было. Но в основном помотала больше всего Россию и страны, которые входили в СССР. Да, к сожалению, видно так, что больше наша страна проиграла войну, чем нежели та же самая Германия. Если сравнить машины, которые делаются там, с машинами, которые сделаются здесь, и сравнить дороги, которые там, с дорогами, общая среда обитания, тот воздух, который там и который здесь, как живут пенсионеры и ветераны здесь оставшиеся. К сожалению, здесь живут они в нищете. Ну, лично, если бы я что-то мог сделать, я бы, по крайней мере, деньги не тратил на салюты, которые бабахают в праздник в этот. И очень много из бюджета выделяется на это средств. Также на пушки, которые разгоняют тучи, чтобы не было дождя в Москве. Да, праздник праздником, но всё-таки иногда смотришь на тех ветеранов, которые живут, оставшиеся в ужасных условиях, и, к сожалению, вот самому как-то хочется помочь. Ну, и я помогал в своей жизни таким людям. Но были бы у меня больше способностей и сил, я бы сделал всё, потому что эти люди спасли нас от ужасных людей, которые могли бы в будущем над нами издеваться. Я бы этот ролик просто сделал для поздравления и закрыл бы тему, но нарвался недавно на ТикТок Юрия Соловьёва, всеми нами любимого, и увидел там ужасную вещь. Он празднует этот День Победы, снимая магазин пива под музыку этого праздника. Женёк! Нормально, да? Нормально, да? День Победы, держи. Нормально. День Победы, День Победы! Нормально. Ну, надеюсь, что как можно меньше людей посмотрят эти видосы его, потому что такие видео смотреть запрещаются, особенно детям. Это ужасно. Я считаю, что он сейчас войдёт в запой и будет издеваться над щенками. Кстати, недавно он подстроил сплошную постанову, где он спрятал двух щенков в соседнем вольере, а одного подкопал под вольер и как-то его запихал туда. И сделал такое, якобы потерялись три щенка, один где-то там сидит у себя, а трое выбежали и убежали. Уверен, что это та же постанова для набора просмотров, донатов и в целом продвижения своего канала таким вот методом. Ну, надеюсь, что всё дальше будет хорошо. И у Соловьёва, и у нас. Ещё раз всех с праздником, с Днём Победы! Не воюйте! Вообще ни с кем не воюйте. Вот даже война среди родственников, близких, также более масштабная какая-то война. она никому не нужна. Я вообще в этом плане полностью соответствую человеку, которого называют пацифист. Я против любой войны, и я считаю, что любой конфликт можно урегулировать другими, более мягкими и спокойными способами. Так что надеюсь, что в будущем мы будем жить только в добре, в любви и в заботе. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!